Коллеги, короче говоря, Viltrox, как я вообще начал работать, пользоваться этими объективами? На самом деле дело в том, что помимо этой 35-ки, которая не моя, я взял ее просто на обзор для того, чтобы, знаете, немножечко заглянуть в мир объективов 35 мм. Потому что, вы знаете, это типичный вопрос каких-то новичков. Когда они имеют зум-объектив какой-то базовый у себя в наличии, и они спрашивают, а какое стекло мне лучше взять? Может быть, полтинник, может быть, 35-ку? Я всегда говорю, ребята, да блин, посмотрите, на каких фокусных расстояниях вы снимаете на своем вот этом зуме. И просто поймите, что у вас будет фиксированное фокусное расстояние вот такое, но объектив будет сильно светлее, будет гораздо больше бокейхи, он будет резче, детальнее. Короче, вот все эти плюсы. И вот для себя я тоже решил посмотреть, так, а что вообще такое 35-ка? Возможно, я хочу 35-1.4, но чисто в рамках теста, потому что в Kremlin Store, за что им, как всегда, огромное спасибо, в наличии были Viltrox 35-ки, я решил попробовать ее. И вначале я сказал, что меня с ними связывает, да? Все дело в том, что у меня в личном пользовании уже, наверное, более года. Сначала я купил 85-1.8 второй версии, шикарная 85-ка, замена базовой 85-ки соневской. Всем, у кого фулл-фрейм от Sony, E-Mount, я рекомендую этот объектив как недорогая 85-ка, которая закроет ваши потребности в 85-ке. Вот только и всего. И также 24-ка. Это, как знаете, универсальный, просто средний широкий объектив, очень компактный, легкий, хороший автофокус и 1.8. То есть вся линейка у них 1.8 постоянная. У меня, наверное, как у многих других, есть зум с постоянной 2.8, на котором я снимаю вообще все подряд. И если мне хочется чего-то конкретного, то я беру фиксы с 1.8, да? Ну, на 1.4, как говорится, пока не заработал. Так вот, 35 миллиметров. Давайте сегодня немножечко разберемся, что это за объектив, посмотрим на результаты его, скажем так, изображений и немножечко об этом поговорим. Зачем мы здесь? Спросите вы. Мы на улице. Все дело в том, я понимаю, что видео стоит делать максимально ориентированным, наверное, на начинающую какую-то аудиторию. И многие, когда хотят себе купить 35-ку, они просто не понимают, с 35-1.8 на какой уровень, например, размытие заднего фона и на какой вообще вот лук, визуал они могут рассчитывать с этим объективом. Потому что такие вопросы продолжают почему-то сыпаться. Так вот, 35-1.8, самая открытая диафрагма, поясной план. Вот такой уровень размытия заднего фона мы можем получить. Также, что касается минимальной дистанции фокусировки, в данном случае это 40 сантиметров. И, наверное, вот примерно так. Это максимальный крупняк, который может себе позволить этот объектив прямо из коробки. Но, как всегда, макрокольца или какие-то линзочки, это все, что нам может помочь. Вот здесь мы уже фокусироваться с вами не можем. Чуть-чуть отходим и фокусируемся. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Фокус мы сейчас тоже проверим. Ну и опять вот этот вот наш поясной план. Также сейчас вам покажу, что будет, если взять человека в рост. Понятно, что здесь на такой уровень размытия заднего плана мы уже с вами не рассчитываем. Но это и не 24, F4 там, или даже 2,8. Это по-прежнему 35,1,8. То есть, задний фон у нас все равно немножечко, немножечко вот так вот легенько будет вымыт. И этот художественный прием можно использовать, опять же, для решения каких-то конкретных ваших художественных задач. Но, ребята, не забывайте, я вначале вам забыл сказать, что если вы хотите снимать на 1,5, чтобы вот этот снежок, который сейчас вот так вот медленно падает, он падал медленно, а не страбил, то вам потребуется, естественно, ND-фильтр. И в данной ситуации у меня 1,5, F1,8. Минимальное ISO вообще 80 единиц. И ND-фильтр практически на 5 стопов закрыт. И все равно картинка очень светлая, немножечко даже пересвеченная. Я бы сказал, но можно это скорректировать на посте. Короче, ND-фильтр в любом случае для использования с объективами F1,8, особенно летом, если это будет, ну, это необходимость. Ну и последний, последний, друзья, момент, который я бы хотел протестировать именно на улице, это автофокус. Все дело в том, что когда я впервые подключил этот объектив, потому что он пришел ко мне прямо во время стрима, то есть мы его распаковали, поставили на камеру и стали вести стрим, потому что я как раз-таки планировал на 35-ку, вообще планировал к покупке себе 35-ку, думал, может быть, про 1,4 какую-то, взял пока потестить 1,8, посмотреть, как это фокусное будет мне как раз-таки для съемки моих блогов и стримов, посмотреть, как 1,8 там сыграет. Вот, короче, вот эти все нюансы. Когда мы его подключили, он у нас залагал, то есть сфокусировался однажды на переднем плане и больше не смог вообще перефокусироваться. Сразу же я загуглил, поставил на него свежую прошивку прямо там на стриме, то есть у меня было 1,04, я поставил 1,05, поставил ее на место и, в принципе, дальше он стал работать. Поэтому я не знаю, сейчас на нем самая крайняя прошивка, камера Sony A7S III, все настройки автофокуса на средние выставлены, то есть не быстрый, не медленный, все по-среднему, все базовое, как я снимаю, собственно, и с другими объективами. Вот, посмотрим, короче, что он может. Давайте я уйду сейчас с кадра, уйду, потом вернусь. Вообще вот эти вот все прыжки, не прыжки, то есть как он на человека вообще нормально реагирует, то есть он считает меня человеком или нет, и насколько он быстро меня считает человеком. Да, давайте вот попробуем отойти с лицом вот так вот подальше. Как это вообще будет выглядеть? Неизвестно, неизвестно, но в любом случае мы посмотрим потом и узнаем, фокусировался он или нет. Я вам сейчас здесь могу что-нибудь приписать, могу отвернуться вот так вот, уйти, наверное, вот вообще, когда отворачиваешься, все время с этим возникают проблемы, и вы слышали, наверное, что сейчас вот свежие камеры, в том числе и Сонька, по-моему, вот этот вот R5, которая уже, у нее системы высокого разума, да, машинного, и там она уже может просто людей, просто людей обводить, то есть человек спиной отвернулся, ничего, спина, это тоже человек, продолжит его третчить. Здесь у нас, конечно, таких технологий еще не завезли, потому что эсочка выходила уже аж три года назад на дворе 23-й. Короче, ребят, специально болтаю, что там с фокусом, давайте посмотрим, потому что этот косяк меня прям очень сильно напряг, но так как я его обновил, возможно, никаких проблем больше быть не должно, потому что все остальные Viltrox 24, 50, 85, все, которыми я пользовался, которые у меня есть в личном пользовании, они с фокусом проблем не имеют. И я их тоже всех обновляю все время для последней версии, и, собственно говоря, чувствуют они себя прекрасно. Ну, в общем-то, наверное, достаточно здесь уже различного рода тестирования, и давайте вернемся, вернемся в студию. Ну что ж, по улице прогулялись, баки автфокус посмотрели, все с этим неплохо, давайте посмотрим на тестовые таблицы, я, естественно, их тоже немножечко поснимал. Хочется сразу сказать, что 35 мм даже на зумах это то самое фокусное расстояние, на котором наименьшее количество геометрических искажений. Вот и в данном случае, так как это фикс 35, то все линии горизонтальные и вертикальные, наверное, максимально прямые из возможного. И при этом, что касается детализации, вот у нас 1.8, есть 2.8, есть 4 в центре, по краям, все это можете посмотреть, для себя соответствующие выводы сделать. Но скажу, что заметил я. Во-первых, я снимал на 1.8, весь этот стендап записан на 1.8, на улице мы снимали на 1.8, все это вы уже своими глазами видели. Опять же, на мониторчике 4К ставим и смотрим в полном разрешении, да желательно на телеке, чтобы вот это нивелировать компрессию Ютуба и посмотреть максимальное из возможного. Вообще, вы могли заметить, что ранее все свои блоги я снимал на Tamron 28.75 и фокусное расстояние было где-то, может быть, 40-45 миллиметров, в зависимости от того, вот насколько мне было удобно. И все это на 2.8. Сейчас же у нас 35 миллиметров и 1.8. Я могу подставить вам какой-нибудь свой старый блок, вы почувствуете разницу, да, в изображении или не почувствуете ее. И, что интересно, при прочих равных настройках, если мы этот объектив закроем до 2.8, то все равно общая экспозиция в кадре будет на треть стопа выше, чем на Tamron. Вот такой нюанс. То есть, по факту, имея 1.8, он не на стоп светлее, чем Tamron, а на стоп и 1.3, потому что он даже при прочих равных, он все равно светлее. Вот опять же, это нюанс фикса. Индекс у нас указан именно F. То есть, это не постоянное, это не T. И неизвестно, сколько света там на самом деле проходит. И оказывается, что вот на Viltrox на 1.8 света проходит гораздо больше. Даже на 2.8 света проходит гораздо больше, чем на 2.8 на Tamron. Короче, вы поняли, о чем я хотел сказать. Ну, еще что касается проблем с автофокусом. Сейчас у меня вот в руке появился такой объектив, потому что я могу сделать вот так. Фокус у нас плавненько, кстати. Достаточно плавно он здесь работает. Переходит на этот объектив. Я могу вот так вот показать свое лицо. И он уже перефокусируется на него. Или обратно. Обратно вот так вот. Кстати, вы можете слышать фокус. Фокус работает с очень слышимым звуком. Вот этот вот момент мы сразу заметили. Да, да, фокус. Я отсюда вот с метра до камеры я его слышу. Но что важно. То есть я обновил, я уже говорил, от объектив до последней версии 1.05. И для меня это было бы действительно важно. То есть если бы он козлил с автофокусом и вызывал какие-то проблемы, то есть он подвисал, допустим, и больше не фокусировался. Это была бы очень важный, важный косяк, важная трабла, которая бы точно оттолкнула меня от покупки, например, в личное пользование. Но я сейчас максимально старался. То есть весь стендап я записывал на этот объектив на самый открытый с автофокусом. Все, что на улице, на самый открытый с автофокусом, да еще и с ND-фильтром. То есть ситуация усложняется, естественно, всегда с ND-фильтром. И там мы тоже уже с вами видели результаты, что там по автофокусу он показал. И более того, если там были какие-то траблы, я тоже все это вам здесь уже в ролике подписал. Ну а я же сам вот так вот почесал репу и понял, что, ну не знаю, наверное, 35 мм все-таки не мое фокусное расстояние. И для блогов вот сюда оно мне не очень-то подходит. И 1,8, вот что было 2,8, 1,8. Я вот не очень сильно заметил, что прям, так как расстояние здесь маленькое, не очень сильно заметил, что увеличилась какая-то вот глубина резкости, как-то все стало интереснее и глубже. Ну, напишите свое мнение на этот счет в комментариях. Сильно интереснее картинка вот так, чем была до этого. С точки зрения именно вот воздушности, да, оптических свойств изображения. Вот такие дела, ребята. Вы были на канале Budget Filmmaker. Я надеюсь, что это вам было интересно, полезно, может быть, даже развлекательно. Но скорее просто информативно. Увидимся с вами уже совсем скоро. Берегите себя.